Святитель Иоанн Златоустый говорит нам о зависти. Опасна, весьма опасна зависть. Она заставляет презирать даже собственное спасение. Так погубил себя Каин и еще прежде Каина дьявол, погубивший отца Каинова. Так Саул привлек злого демона на свою душу, а привлекший опять стал завидовать своему врачу. Ибо таково свойство зависти. Саул знал, что спасен Давидом, но хотел лучше погибнуть, нежели видеть прославляемым своего Избавителя. Что может быть лютее сей страсти? Не погрешит, кто назовет ее порождением дьявола. В ней не только плод тщеславия, но и самый корень. Ибо обыкновенно сие два порока взаимно друг друга рождают. Так Саул завидовал уже, когда говорили, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Первое царство, 17 глава, 7 стих. Что может быть безумнее сего? Ибо скажи мне, чему ты завидуешь? Тому ли, что один похвалил другого? Но этому должно радоваться. Может быть, ты даже не знаешь, справедлива ли похвала. И о том ли ты скорбишь, что похвалили не стоящего похвалы. Тебе надо было бы лучше пожалеть его. Ибо если он добрый человек, то никто не завидует хвалимому, но и сам хвалит вместе с хвалящими. Если же не таков, что мучаешься? Для чего обращаешь меч на самого себя? Тому ли завидуешь, что его уважают люди? Но уважают люди, которые сегодня живы, и которых завтра уже не будет? Или потому, что он пользуется славою? Какою, скажи мне? Тою, о которой пророк говорит, что она, как цвет увядает. Исайя, 40 глава, 8 стих. И так не тому ли завидуешь, что и ты, подобно ему, не носишь такого же бремени травы? Если он кажется тебе за это достойным соревнования, то почему же не достойны твоего соревнования дровосеки, которые ежедневно носят тяжести и входят с ними в город? И носят они лучше этой, но и хуже еще. Ибо последнее угнетает тело, а та много раз вредит душе и приносит более скорби, нежели удовольствие. Его хвалят за красноречие. Но ему больше причин страшиться порицание, нежели надеяться на похвалы. Притом, похвала кратковременно, а страх непрестанный. Но его одобряют начальники. И здесь опять зависть и опасность. Ибо как ты страдаешь к нему завистью, так страдают и многие другие. Но его постоянно хвалят. И это составляет для него горькое рабство. Ибо он не посмеет без страха ничего сделать по собственной воле, чтобы не оскорбить прославляющих его. Знаменитость для него служит тяжкими оковами. И потому, чем больше известен он, тем больше тяготеет над ним рабство, так как везде видит владык своих. И слуга, когда он не на глазах у господина, отдыхает и наслаждается полной свободой. А знаменитый человек везде встречает своих владык. Он раб всякого, кто не появится в народном собрании. Хотя у него крайний недостаток в средствах, однако же он не смеет вступить в собрание без сопровождения слуг, без коня и без других знаков величия, чтобы не подвергнуться осуждению своих владык. Если он увидит искреннего друга, и тогда не осмелится войти к нему в короткий разговор, опасаясь владык своих, чтобы они не свергли его с высоты величия его. Посему, чем он знаменитее, тем больше порабощен. Если же ему встретится неприятность, то оскорбление тем чувствительнее для него, чем больше свидетелей, и чем несообразнее оно кажется с его достоинством. Таково для него не только оскорбление, но и несчастье. Ибо многие радуются его несчастью, а когда пользуются благополучием, весьма многие ненавидят, завидуют ему и стараются низвергнуть его. Скажи мне, неужели это благо? Неужели это слава? Нет, напротив. Бесславие, рабство, узы и все, что можно назвать тягостным. Если же и при всем том для тебя народная слава вожделенная и сильно тревожит тебя всякий, прославляемый многими, то когда увидишь прославляемого, перенесись умом в будущий век и представь вечную славу. И как ты спешишь убежать от нападающего зверя и по выходе в дом запираешь двери, так и тогда беги к будущей жизни и неизреченной славе. Таким образом, ты удобно пренебрежешь временной славой и получишь вечную. Насладишься истинной свободой и вечными благами. Беседа на втором послании. Карифтин Господу нашему славу в веки веков. Аминь. Спасибо.